Возможно, и эту партию, но и, может быть, эту встречу. Если этим, кто выиграет, будет Степанов, то матч закончится. Если Сталев, то контровая ждет. Да, контровая – это всегда непредсказуемо. Есть один спортсмен в Москве, он очень любит контровые. То есть он прям предлагает с них и начать, да? Это предлагают судьи всегда начать с контровой, потому что раз – и все, и одна партия уже закончена. Вот что-то обратился к судьям Степанов. Последний чемпионат мира по русскому бильярду не просто в контровой решился, а еще и в последнем шаре. В последнем шаре, это, конечно, это еще раз подтверждает то, что, в общем-то, выходят очень сильные игроки, достаточно близкие по уровню игры, и решается все буквально там в каких-то деталях, может быть, даже и в каком-то везении, но здесь уже в истории останется тот, кто победил. Это точно. Ну что, играет по лузе, да? Да, конечно. По-любому будет играть по лузе. А свой-то мы не роняем? Ну, здесь вот… Все близко было. Можно, конечно, сказать, что ему везет, и, в общем-то, он не уронил биток. Хотя был близок к этому, да? Да, и при этом, в общем-то, неудобная позиция для Евгения. А вот Евгений роняет. Причем роняет во второй партии подряд. Да, вот это уже, это, видимо, вот, как вы правильно уже заметили, Степанов с психологией справился, а вот Евгений Сталев нет. Вообще, я представляю сейчас, на самом деле, вот, сразу после завершения удара Кости Степанова, вот, представляю, что подумал Женя. Ну, надо же, как тебе везет, да? Да, и не забил, в принципе, в шар, бросился, стал играть, не забил, да еще и чуть своего не уронил, и встало все так, что только падает, игрушка. И при этом биток в лузе. Это, конечно… Ну, вот, ошибки, либо, действительно, вот, как мы уже говорили, ну, совершенно где-то, скажем, непонятные, да, вот, как вот то, что сейчас было в исполнении Евгения Сталева, когда упал биток в центральную лузу, либо, либо это биток с разбоя, ошибка на разбою. Так, а шара номер шесть и номер семь нет давно, так я понимаю, да? Да, пятый в центральную, нет, в угловую лузу пятый, туда же пойдет, видимо, сейчас посмотрим, как сыграет Константин, но, я думаю, туда же пойдет восьмой. Тридцать три, тридцать четыре, четыре, тридцать четыре у Степанова. Два шара отделяют его от победы в этой матчевой встрече. Очень напряженно, конечно, все, но при этом, мне кажется, что при этом, да, многое ясно уже. Уже, да, уже. Да, выиграл Константин Степанов. Посмотрите, как он радуется. Ну, в общем, заслуженным победил он. Ну, что касается вот окончания, согласитесь ли, да, действительно, с нервами он справился лучше. Да, и это было очень важно. Очень важна была эта победа для него, потому что здесь действительно не просто победа. Он окончил 2005 год, выиграв теперь уже окончательно все. Все, что можно было выиграть, он все выиграл. И своего принципиального соперника он также победил. Да. Ну что же, вот теперь церемония награждения. Третьего места здесь нет. Начинаем справиться со второго. Расстроенный Евгений Сталев. Да, конечно, здесь Евгений Сталев, мастер спорта международного класса, чемпион мира. Но он проиграл. Ну, ничего страшного. Случается и поражение на долгом спортивном пути. Я думаю, что он не будет фатальным для Евгения. Ну, а Константина мы можем только поздравить. Да, с победой. И удачи ему в бильярде и в жизни. Ну что же, дорогие друзья, мы надеемся, что вас полностью удовлетворило то зрелище, которое предоставил вам телеканал «Спорт». За ходом этого матчевого поединка вам помогали наблюдать Павел Черемисин и Лев Ярославцев. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующих встреч на Пуловском столе. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok